Красивые и ладные. В этнокультурном центре в шестой раз прошел конкурс «Лосидьяс», где коми-молодежь продемонстрировала свои навыки в национальном ремесле и знании истории своего народа. О тех, кто изучает коми-культуру, расскажет Василий Хатанзейский. Аккуратно завязывая платок, Анна Шевелева готовится к выходу на сцену. Перед ней стоит важная задача – отвести мероприятие на коми-языке. Я стала интересоваться коми-языком, потому что моя прабабушка говорит на нем в своем быту, и дедушка тоже. Когда я приходила домой раньше в деревню, они разговаривали между собой на коми-языке. Понимать я понимала, а говорить не могла, поэтому, соответственно, я захотела его изучать. Сейчас Анна посещает народный коми-фольклорный ансамбль «Печерянка». Это хорошо влияет на изучение родного языка, ведь именно с песней лучше запоминаются слова. Молодая девушка также участвует в разных конкурсах и представляет культуру своего народа. Я участвовала в «Печеряночке» в 2017 году, представляла коми-язынскую культуру. Это региональный конкурс, где все представляют разные культуры свои. Меня пригласили, я согласилась. Я стала лауреатом второй степени, если я не ошибаюсь, и выиграла приз зрительских симпатий. Благодаря занятию вокалом на родном коми-языке Анна показывает хорошие результаты на конкурсах. Помимо участия в них, молодая артистка также помогает в организации мероприятий и выступлений. Я из-за того, что хожу в коми-фольклорный коллектив «Печерянка», соответственно, здесь нужно петь на коми-языке. И из-за этого я его изучаю. И когда я стала более-менее владеть этим языком, меня стали приглашать на разные мероприятия этого культурного центра. И в роли ведущей, и как конкурсанткой, возможно, просто какая-то необходима помощь. И мне нравится этим заниматься, потому что нужно всегда развиваться. На этот раз Анна выступает в роли ведущей на ежегодном конкурсе среди коми-молодежи «Лэсидьяс», что в переводе на русский язык «Ладное», где молодежь соревнуется в разных навыках и знаниях об истории своего народа. Также на протяжении четырех лет я участвую в мероприятиях этого культурного центра. Игорь Чуклин участвует в конкурсе уже не первый раз. Он вновь решил рассказать о своей родословной, ведь именно благодаря этому этапу конкурса участник узнает историю своих предков. Чтобы подготовиться к этому заданию, Игорь проделал колоссальную работу. Общался с бабушкой. Также делали запросы в Архангельский архив, чтобы как раз найти нужную информацию по своему роду, по роду бабушки. И в дальнейшем просто составляли на основе этого дальнейшее. Конкурс «Ладное» нацелен на сохранение культуры коми-народа. Ведь в эпоху глобализации, когда грани между традициями различных наций стираются, идет постоянное заимствование. Так важно не забыть язык и культуру своих предков. Мы собираем ребят именно коми, и не обязательно с обеих сторон, чтобы были коми-корни, а хотя бы даже с одной стороны. И таким образом мы вспоминаем тех людей, которые были прародителями ребят. И еще наша задача такая, чтобы им сказать, что вы коми, и что вы должны знать свою культуру, свой язык. Конкурс «Ладное» – уже ежегодная традиция коми-молодежи Ненецкого региона. Ведь именно здесь каждый из участников не просто узнает чуть больше о своей семье, а кто-то даже находит давно потерянных родственников, но и знакомится с историей коми-народа. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!